Министерство обороны Украины шокировало анонсом. Спецслужбы ликвидировали чудо-оружие россиян, перед кем Путин ползает на коленях. Это программа «20 минут», я Ирина Узлова. Мы это знаем, ты это знаешь, они это знают, это неизбежно. Совсем ни на что не намекают в Министерстве обороны Украины. Россиянам приготовиться, а украинцам выключить панику, настроиться на победу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов удивил прогнозом, прокомментировав возможность затяжной войны Украины с Российской Федерацией и призвал украинцев выключить панику, не впадать в грусть. Данилову трудно понять логику некоторых партнеров Украины, когда они вспоминают о войне на годы. Он предполагает, что они, скорее всего, исходят из факторов, которые на сегодняшний день имеют на столе. Не восприятие фрагментации России, они этого пугаются, это правда. Нам до сих пор никто не может четко дать ответ на вопрос, что такое наша победа. Нам говорят, мы будем вас поддерживать до и дальше словосочетания победа я нигде не слышал. Украине нужно четкое понимание, или партнеры идут с нами к победе, или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы. Если мы остановимся на этом пути, то имейте в виду, что тогда отыграются все на нас, и не только Путин. Поэтому наша задача защищать государство, освобождать от агрессора, быть стойкими и не унывать, и не паниковать. И мы со своей задачей справляемся на отлично. А вот у россиян паника и уныние возрастают. Ведь война, развязанная их начальником Путина, все больше масштабируется на территорию. А бескровлены и обесточены, без питания остаются не только российские мобилизованные, но и электрические подстанции. СБУ устроила оккупантам темную, атаковав электроподстанцию, которая питала военные объекты в Курской области. И пока российская Минобороны отважна или отвязна, сами путают, лжет, как уничтожила целых 10 украинских беспилотников в Курской области и еще один в небе над Калужской, источники в СБУ предоставили видео иной правдивой реальности. Успешные атаки на электрическую подстанцию, именно к ней были подключены важные военные объекты врага. Дроны отработали точно в цель, все как любят в России. Благодаря очередной спецоперации службы безопасности, оккупанты начинают понимать, что блэкаут не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше бавовны. Пора, пора учить иностранные языки россиянам. Когда мы отрабатываем определенные действия по объектам военно-промышленного комплекса РФ, ставим целью только одно – замедлить производство российского вооружения. Припоминаете, именно так пояснил прилет из загадочных дронов на территорию России начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и напомнил, со знанием дела и географии. Треть соответствующих предприятий расположена в европейской части России и доступна неизвестным беспилотникам. Собственно, на этом подарочки жителям вражеского Курска не закончились. Щедрость наших спецслужб не имеет границ, особенно когда границы и небо соседнего государства дырявые. Касти Баста. Дрон службы безопасности Украины обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию Каста, которая находилась вблизи населенного пункта Гирибеловского района Курской области. Очередное вундерваффе России обернулось простой вафлей. Россияне рассказывали, что Каста, мол, может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией стелс. Но вот дрон СБУ почему-то прозевала. Особенностью Касты была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Аэрофобия продолжает прогрессировать у Лукашенко или дают о себе знать детские травмы. Видимо, самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко, помимо желания заиметь огород с картошечкой и стать кремлевским марионеткой, мечтал быть летчиком. Иначе не объяснить его регулярные авиационные враги. У Лукашенко сообщили о вторжении вертолета Польши и разразились с негодованием. В подконтрольной стране агрессору России и Республики Беларусь дважды зафиксировали якобы нарушение своей воздушной границы вертолетами Польши. К подотчетным директору Беларуси Александру Лукашенко в Министерстве обороны обвинили поляков в том, что их вертолет и самолет якобы дважды за день пересекали белорусскую воздушную границу. Гля, разлетались. Минск готовит ноту протеста, а в Варшаве отвергают беспочвенные обвинения. Белорусская Минобороны в четверг сообщила о том, что польский вертолет нарушил воздушное пространство Беларуси. Дискать два воздушных судна нарушали воздушную границу с интервалом практически в один час. Какую же угрозу увидел в небе со стороны Польши официальный представитель командования ВВС и войск ПВО Беларуси, полковник Сергей Качур. Слушаем. Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. По запросу у польской стороны был подтвержден полет вертолета Вооруженных сил Польши. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16.22 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров. Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация. Материалы объективного контроля по факту нарушения воздушного пространства Республики Беларусь установленным порядком переданы в Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Незаменимых Пригожиных нет. Тем более, их же двое. Но вербовать так называемых добровольцев России будет, конечно же, не продюсер Иосиф Пригожин. Ни того пошиба звезды раскрутить не успеет, разве творчески сопроводить похорон, который их ждет неминуемо после незваного прихода на нашу землю. Без зэков кремлевскому диктатору никак не справляется. Путин поручил экс-вагнеровцу собирать добровольцев на войну. Российский диктатор поручил бывшему начальнику штаба группы Вагнер Андрею Трошеву, отзывается на кличку Седой, заняться так называемым формированием добровольческих подразделений. Мол, речь идет о подразделениях, которые смогут выполнять разные боевые задачи войне против Украины. Трошев будет эдаким связным. Ему поручено курировать связь между добровольцами и Минобороны. Я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи. Прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается. Знаете вопросы, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и успешным образом. Тизер. Зэки не спасут. Знакомы с местностью и тактикой, видимо, этим руководствуется российское командование, решив вернуть ошметки вагнеров на фронт. Так считает Министерство обороны Великобритании. В своем свежем отчете они напоминают, за последние недели сотни боевиков, ранее связанных с ЧВК Вагнер, начали передислоцироваться отдельно и небольшими группами на войну в Украину. Точный статус передислоцированного персонала не ясен, но, вероятно, отдельные лица перевели в часть официальных войск РФ. Несколько отчетов указывают на концентрацию ветеранов ПВК Вагнера вокруг Бахмута. Их опыт, вероятно, будет особенно в запросе в этом секторе. Многие из них будут знакомы с текущими тактиками фронта и местными тактиками украинских войск, поскольку они боролись на той же территории прошлой зимой. В РФ скоро начинается и плановый сбор пушечного мяса. Официально его называют «осенний призыв». Призванным мужчинам нужно будет год ослужить в российской армии. На большей части территории России с 1 октября стартует «осенний призыв». Только в отдельных районах Крайнего Севера он будет проходить в период 1 ноября – 31 декабря. 16 числа планируют начинать отправлять призывников со сборных пунктов для прохождения службы в места постоянной дислокации войск на территории России. Так утверждают в Минобороны РФ и рвут на себе рубашку вранья, убеждая, призывники не будут отправлены в Украину в зону боевых действий. В пункты дислокации подразделений ВСРФ в так называемых ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач специальной военной операции. Как они называют войну, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут, говорит заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба российской армии контр-адмирал Владимир Цемлянский. Стоит напомнить, как и в феврале 2022 года российским оккупантам говорили – ничего не происходит, вы просто едете на учения. Призывникам нужно будет отслужить в армии России год. Осенью текущего года в российскую армию могут призвать мужчин в возрасте 18-27 лет, а уже с 1 января 2024 года вступят в силу закон, которым предусмотрена норма «Гребем всех и побольше», то есть повышение призывного возраста до 30 лет. Что положено, на то наложено. Вопреки обещаниям лживым Путина, командиры не дают отпуска мобилизованным даже через год службы. Уехать можно только за взятки или после перехода на контракт. Не решаясь на повторную мобилизацию, власти не ротируют тех, кто был призван в сентябре 22-го. Им не дают даже на время покидать прифронтовую зону. Такие слова главы оборонного комитета Косдумы РФ Эндрю Картополова о том, что ротации до конца так называемой СВО не видать, оказались в кои-то веки правдой. Жалобами на невыполнение путинских обещаний наполнились в соцсети губернаторов. Подметила издание «Можем объяснить». Родственники бойцов предполагают, тех не отпускают на побывку из-за наступления в СССР, а также потому, что уже отпущенные домой на фронт не возвращаются. Люди по году и в отпуске многие не были. Что положено, на то наложено. Понятно, что наши до конца СВО сетует одна из участниц чата. Супругу Любови командиры предлагали сходить в отпуск, но за деньги. В тщетной надежде на помощь матери и жены мобилизованных обращаются к президенту. Одни записывают видеообращение, другие передают сообщения через губернаторов. Но на том конце властной трубки ожидаемо гробовая тишина и тотальный игнор. Вот разве гробовых и дождутся. Жены нератированных. Лишь бы не воевать, можно и рехнуться. Временно, притворно, затратно, но эффективно. Пока что. Мобилизованные в России прячутся от войны в московской психушке. Многие здоровы, но платят больничному начальству за диагнозы и лечение. В 11 отделении психиатрической клинической больницы номер один имени Алексеева, известной ранее как Кащенко, за ежемесячную плату заведующему отлеживаются здоровые солдаты, абсолютно вменяемые. Поперли и снова не поперла оккупантам на Бахмутском направлении. Ибо там активно идут наступления украинские войска. У российских военных преступников, которые называют себя почему-то военкорами, настоящая истерика. На Клещеевском направлении противник попер. На одном участке перешел железную дорогу. Очень активный встречный бой. С их стороны прям лютая арта и минометы. Наработают грамотно, не тероборона. Выдвигаемся. Пишут с мест. Держитесь, парни. Оружия нет, логистики нет, снарядов нет. Но вы держитесь. Свежие провалы оккупантов и уже не свежие утилизированные потери. Во всех местах подгорает у российских недоармейцев сразу на пяти направлениях. Уже 277 320 оккупантов отправили украинские бойцы за вечный поребрик. Отсчитались в украинском генштабе. В течение прошедших суток российские оккупанты пытались атаковать украинских воинов на пяти направлениях. Лиманском, Авдеевском, Маринском, Шахтерском, Запорожском. И ожидаемо получили по зубам. Начался и закончился грандиознейший обещанный штурм россиян на купянском направлении. Войска страны оккупанта России замедлили свое наступление на линии купен святого криминая. Наступательные позиции врага ухудшились из-за контрнаступления ВСУ на юге. Самоликвидация встает характерной особенностью российской оккупационной армии. Настоящей фишечкой, которую успешно реализовывают и в небе и на земле. В Токмаке оккупанты сбили собственный самолет. Вооруженные силы Российской Федерации могли сбить свой самолет во временно оккупированном городе Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил телеграм-канал партизанского отряда Мелитополя «Гнилая черешня». Авторы канала сообщают, что над Токмаком был пуск из системы С-300 в режиме ПВО. По предварительной информации, оккупанты сбили собственный самолет. Российский военный преступник, летчик в отставке с ником Fighter Bomber, позже опубликовал пост со словами вещного полета «Брат». Так что, похоже, информация о том, что в небе на Токмаком россияне все же сбили свой самолет, подтверждается. Городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в эту ночь действительно произошло какое-то событие с российским самолетом в Токмаке и отметил, что прежде всего нужно понимать, что Токмак это уже фактически прифронтовой город, так что подобные инциденты там будут происходить и далее. Забирайте военный и другой персонал и прекращайте немедленно все действия против и на ядерных объектах в Украине. Наконец-то МАГАТЭ не только заметила вражеские мины на ЗАЭС, а и приступила к действиям. Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию о немедленном возвращении Запорожской АЭС под полный контроль Украины. Резолюцию по ядерной безопасности в Украине поддержали 69 стран. Инициаторами документа стали Канада, Финляндия и Коста-Рика. Резолюция призывает страну-агрессора Россию немедленно вывести все свои войска и российский персонал из ЗАЭС и вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Украина поблагодарила МАГАТЭ и отметила весь цивилизованный мир с нами. Мы благодарны нашим партнерам каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины, доказательство того, что цивилизованный мир с нами. Тревожно, не по-домашнему и невкусно и точка. В оккупированном россиянами Крыму долго горевать за уничтоженными офицерами Черноморского флота не пришлось. А все потому, что следом за ними многие уже и отправились. На поминках минусованного офицера штаба ЧФ РФ Севастополе отравились люди, двое умерли. Предварительно пострадавших было семеро, но для двоих этот инцидент стал летальным. Как сообщают пропагандистские паблики, причина отравления – испорченная рыба. Поминки оккупанта завершились двойными похоронами. Как отмечают пропагандисты, это были поминки российского офицера, погибшего в результате удара по штабу Черноморского флота, произошедшего 22 сентября. Главный вопрос последних дней вовсе не в том, остался ли в живых командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов. Главный вопрос, способен ли функционировать в нормальном режиме сам Черноморский флот России. Миф о его неуязвимости значительно поколеблен в период российско-украинской войны, начиная от гибели крейсера Москва и заканчивая ударом по штабу Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Флот теряет корабли, а его командование вынуждено прятаться от ракетных обстрелов. Нарушена сама логистика управления флотом. Начиная войну, Путин вряд ли рассчитывал на подобный поворот событий. Напротив, очевидно, Черноморскому флоту РФ отводилась важная роль – ракетные обстрелы Украины, уничтожение наших портов, дестабилизация ситуации на Черноморье с превращением его во внутреннее море России, и что бы там ни думали об этом страны НАТО. Поэтому так важно продолжать удары по инфраструктуре Черноморского флота, считает украинский журналист и публицист Виталий Портников. Даже если в результате таких систематических атак руководство и кораблям Черноморского флота РФ придется всего лишь переместиться в Новороссийск, это, думаю, уже будет совершенно другой флот, с другими возможностями и амбициями. Кстати, понимание этого и заставляло российское руководство делать все возможное для сохранения флота в Севастополе. Не только для того, чтобы Черноморский флот сыграл свою зловещую роль в оккупации самого Севастополя и всего Крыма, но и потому, что Черноморский флот в Крыму – это глобальный флот, а Черноморский флот в Новороссийске – это локальный флот. И в Москве, похоже, это знают. Именно поэтому в Украине понимают, как важно, чтобы российскому флоту в будущем пришлось уйти в Новороссийск, а украинскому флоту прийти в Севастополь. Это, думаю, то, что сможет придать Украине вес глобальной державы в Черном море, а Россию заставить забыть о своих черноморских амбициях. И да, все дело в Крыме. Конечно же, в нем. В Крыму оккупанты боятся и усиливают репрессии, но это ненадолго небольшую тайну раскрыли в СНБО Украины. В настоящее время украинское военно-политическое руководство разрабатывает документы о концепции освобождения всех оккупированных российскими захватчиками территории страны. Как это будет происходить и что для этого нужно. Удары по Крыму – лишь элемент грандиозного наступательного плана. Украина активизировала ракетные удары и удары беспилотников по оккупированному России Крыму, уничтожая оружие, базы и линии снабжения. Это часть более широкой стратегии Киева в наступлении на юге. Об этом пишет издание «Блумберг» и отмечает, что смелые шаги в Крыму могут дать импульс президенту Зеленскому, поскольку он старается сохранить жизненно важную поддержку, поступающую от западных союзников, особенно на фоне растущих призывов некоторых республиканцев в Конгрессе США ограничить помощь и требования кандидатов президента от республиканской партии, полностью прекратить ее. И несмотря на дискуссии, сомнения нам помогают, деньги будут. Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 300 миллионов долларов в поддержку Украины в борьбе с российским агрессором. Эти средства были изъяты из проекта оборонного бюджета США и за их принятие голосовали отдельно. А российская экономика и дальше пробивает дно. А вы точно министр финансов? Главный финансист России Антон Силуанов нашел интернет. А в нем метод борьбы с растущей в РФ инфляцией. Этими советами он щедро и поделился с обеспокоенными, обедневшими россиянами, выступая на московском финансовом форуме. На самом деле секрет прост. Слушаем и учимся. В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда? Но россияне в умственных способностях Силуанова усомнились. Говорят, что власти над ними открыто уже издеваются и насмехаются. А все потому, что остаются безнаказанными. Размышляют, что после такой шутки в нормальных странах такой министр вылетел бы вечером или на следующий день утром. А в РФ такого ждать не приходится. Надо же, заметили. Россия тем временем намерена увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с годом текущим. Кремль заявила о такой необходимости ввиду гибридной войны, которая якобы ведется против РФ, пишет CNN. Министерство финансов Российской Федерации представило проект бюджета на следующий год. Ветомство предлагает выделить на национальную оборону до 10,77 трлн рублей, а это больше 111 млрд долларов. Свои кровавые завоевания Путин не утомляется закреплять на законодательном уровне. Думает, раз в руке очередная никчемная бумажка, значит он человек, значит силу показал, значит удержит незаконно отжатое. Каково заблуждение? Херсон не навсегда, а до ноября 2022 года ему об этом должен напоминать каждый день. Кремлевский карлик подмахнул закон о праздновании 30 сентября как дня воссоединения новых регионов с Россией. До циничного нелепо выглядит в этом постулате даже сама формулировка про воссоединение. Переписывать историю их любимое, пусть и самое бесполезное в мире дело. В бумажке, на которой зачем-то написали закон, также отмечено, что так называемое воссоединение оккупированных украинских регионов с Россией основано на исторической общности народов, проживающих на этих территориях и якобы является результатом волеизъявления миллионов людей. Годовщина геноцидного убийства и насильственного захвата чужих территорий в России радостно отмечается концертом. В Москве второй год подряд устраивают шабаш на Красной площади в честь аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после проведения так называемых референдумов. Под лозунгом «одна страна, одна семья, одна Россия» как же напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера. Может поэтому и не только идти на пропагандистский концерт особого желания никто не изъявлял, другое дело за денежку. В России ведь ничего не происходит по любви или по зову сердца, только за плату, только за нас. Действуют организаторы по уже накатанной схеме. Завозят людей из областей, принудительно заставляют идти бюджетников и студентов, которых подкупают возможностью послушать песни кремлевских шутов. Также нанимают актеров. В прошлом году за посещение праздничка знаменующего террор России и ее оккупационную политику платили вдвое больше – 1500 рублей, 560 гривен. В этом году расценочки подупали. Так что побыть массовкой предлагают всего за 600 – 225 гривен. Исполнение роли путинского фаната могут примерить на себя все желающие возрастом до 35 лет. Любят помоложе. А вот обязанности у актеров выросли. Убежать с концерта через полчаса после начала, как это делали в прошлом году, извините, не получится. Наниматели проконтролируют, чтобы все досидели до конца, все послушали Казманова. В прошлом году на это же грандиозное празднование аннексии украинских территорий в Москву свезли людей десятками автобусов со всех регионов России. И москвичи, среди которых наибольший плац протестного электората, не выразили массового желания принимать в этом участие. А купленные за пару-тройку рублей актеришки флаги России потом сложили у мусорки. Помните, где им, собственно, и место. Друзья, дорогие, наше с вами место на нашем пути к победе. Чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что слушаете, доверяете. Приходите к нам еще. Увидимся, собственно говоря, в понедельник. С вами была я, Ирина Узлова. И наша программа «20 минут». Берегите себя. Продолжение следует...